Наше, допустим, общество разделилось радикально. Общество не может быть однородной массой, мыслить одинаково. Если у нации нет каких-то своих предохранителей, которые помогают сохранить это внутреннее единство. Это очень острая тема для обсуждения. У нас обостряется чувство «свой-чужой». Берлик у нас всё-таки есть, но он находится в спящем таком, наверное, состоянии. Объединение — это инструмент, это не является целью. А для чего нам нужен вот этот камбэк тех, кто уже давно не с нами, скажем так? Комплекс малочисленности? Салям алейкум. Это проект «Меркес». И сегодня мы в нашем традиционном формате. Рядом со мной наши прекрасные спикеры и гости. И обсуждать мы будем сегодня тему крымско-татарского берлика. Тема достаточно важная, нужная. И тема, о которой мы всегда говорим. И потребность, которую мы всегда озвучиваем, скажем так. Я почти уверена, что все мои друзья-психологи, услышав то, с чего я начну этот наш разговор, выскажут мне свое «фи» в отдельном разговоре. Почему? Потому что я хочу начать наш разговор с разъединяющих факторов. И к таковым я отношу несколько моментов, которые мне удалось зафиксировать, анализируя все те процессы, которые с нами происходили. К ним я отношу религию. К факторам разъединения я отношу разные оценки нашего настоящего и будущего. Они же наши политические ориентации. И зависть и недоверие. Олимпий, если мы с вас начнем, глаз народа, так сказать, что думает наше общество по этому поводу? Как вы ощущаете эти факторы, разъединяющие нас? Я сегодня, наверное, буду говорить исключительно с эмоциональной точки зрения. Такая эмоциональная рефлексия. И все факторы, которые вы сейчас перечислили, так или иначе, лично у меня, я с ними абсолютно согласен. Потому как давайте по порядку. Религия. Давайте. Нравится кому-то это или нет, но помимо того, что это, конечно же, серьезный объединяющий фактор, сейчас у нас общество разделилось на несколько таких, как сказать, не классов, а подвидов, что ли. Групп. Да, групп. У нас есть сдержанно верующие такие. Светские. Светские верующие, радикально верующие. И все эти группы между собой как будто не перекликаются. Они постоянно существуют друг от друга. То есть, допустим, если ты в пятницу будешь проходить мимо джеми, ты увидишь, как несколько групп отдельных людей стоят, и ты сразу можешь выделить среди них эти подвиды, которые мы обсудили. Идентифицировать, да. Да, сразу можно понять. Это очень, как сказать, не скользкая, а острая тема для обсуждения. Я, наверное, больше по этому вопросу не буду говорить. Это, как минимум, не тактично, наверное, с моей стороны. Следующее. Недоверие. Ну, может быть, вы назовете какие-то свои факторы, которые разъединяют нас. Может быть, я что-то упустила, и у меня же, знаете, такой профдеформированный взгляд на ситуацию. Давайте я со своего профдеформированного взгляда вам отвечу. Я как представитель театрального общества могу вам с полной уверенностью заявить, что единства как такового нет. И здесь куча факторов. Начиная от каких-то материальных, банальных принципов, идеологии, может быть, какой-то для кого-то, так и до обыкновенной, наверное, глупости, непонимания. Нынешняя ситуация такова, что мы не можем, как сказать, ощущать себя в полной безопасности для того, чтобы делать какие-то осознанные выборы. Кто-то ориентируется на то, что ему будет так легче, проще, безопаснее. И только исходя из этого, могу сказать, что без всякого осуждения, с моей стороны. Нет, просто как факт, да. Да, просто как факт, что люди выбирают сейчас то, где им безопасно и выгодно. Как бы это печально, может быть, прозвучало бы, но вот, судя по нашей ситуации, наше, допустим, общество разделилось радикально. Именно вот по этим параллелям? Именно, да, по всем этим, самым банальным, наверное. Вы что-нибудь бы добавили к этому списку, который я обозначил? Добавил бы, наверное, с какой-то молодежной точки зрения то, что у нас сейчас большое расслоение по интересам. Мне очень понравилась ваша формулировка про 3Т. В прошлом выпуске. Но это не моя, давайте сразу. Ну, не ваша, а чья-то. И я сильно замечаю вот такую вот сегрегацию у нас. Кого-то волнует исключительно заработок, исключительно карьера. Кто-то основывается на более, как сказать, таких культурных, искусствах. И эти два общества также существуют немножко в отрыве друг от друга. Не пересекаются? Пересекаются, но это очень поверхностное пересечение. Я вам могу сказать это... Общаясь с некоторыми людьми, складывается впечатление, что... Вот такая небольшая история. Был у меня такой знакомый, и он как-то говорил. Я с Акмичити никуда не перееду. Все, чем вы там занимаетесь, ваш театр, вот эта вот сцена. Плевать я на это хотел, мне это вообще неинтересно. И этого человека как бы уже все. Ну, а что с него возьмешь? Его в чем-то убедишь, его куда-то направишь, ему как-то что-то на него повлияешь. Его волнуют исключительно личные какие-то вещи. Вообще жить своим бытом, жить своей жизнью, заниматься своей судьбой Рустамбе, это окей? Или это не патриотично? Или каждый крымский татарин обязан отдать часть себя, вот на, скажем так, положить на алтарь всей нашей социальной, политической крымскитарской жизни? В принципе, это естественное состояние общества. Общество не может быть однородной массой, мыслить одинаково. Понятно, что каждый в силу своего мировоззрения, в силу своего понимания окружающей действительности, соответственно, и живет. Понятно, у каждого свои интересы. Я бы хотел сказать, наверное, вот мы начали о разъединении. Тут я бы еще, наверное, добавил, как один из факторов, это наличие у многих позиций двух мнений. То есть есть мое мнение и неправильное. Вот это тоже один из таких факторов, который разъединяет. Почему? Потому что с такой позицией невозможно прийти к консенсусу, когда люди не хотят друг друга слышать, слушать и понимать. То есть у него есть какое-то свое представление в определенной ситуации или выходе из этой ситуации, и никого вокруг он слышать не желает. Именно это является как раз еще одним разъединяющим фактором. Ну, я бы хотел сказать, что помимо всех этих минусов, есть и плюсы. Мы просто не замечаем их. И я, возможно, сейчас перескочу вопрос. Я так понимаю, если мы говорим о разъединении, мы поговорим о объединении. Это же сама тема. У нас есть положительный такой, наверное, фактор, как способность консолидации в трудные минуты. Поэтому Берлик у нас все-таки есть, но он находится в спящем таком, наверное, состоянии. То есть пока эту струну не заденешь, об этом мы, наверное, еще поговорим далее в программе. Про то, что нас объединяет, и когда мы объединяемся, мы, да, вам факторами. Да, поэтому в целом, наверное. Роландий, ваша версия разъединяющих факторов? Ну, вы знаете, наблюдая за нашим народом, да и, в принципе, с антропологической точки зрения на людей в мире, то у нас, наверное, сейчас естественная, как мне кажется, реакция психологическая. Это такая некая реакция защиты, в состоянии, в котором у нас обостряется чувство свой-чужой. И мы начинаем в этой кризисной ситуации даже относительно друг друга выставлять очень жесткие рамки свой-чужой. То ли будут какие-то отличия в представлении о культуре, о знании языка, о проживании, о религии, в том числе, там, не дай бог, ты молишься не так, как молится другой, или, не дай бог, ты вообще не молишься и не веришь в этого всё, то ты всё, ты уже не наш. То есть это тоже есть. Ну, то есть я считаю, что это естественные процессы, которые происходят в нашем обществе. Не надо их тут сильно драматизировать на этот. По этому поводу, я думаю, просто с ними надо работать и смягчать, и избавляться от них. Есть такое ощущение, что мы повзрослели за вот тот период времени, который живём уже в Крыму, когда вернулись, да, когда произошло массовое возвращение. За тот период времени, если бы брать больший отрезок после депортации, да, мы вообще чему-то учимся? У нас есть такой опыт? Вот мы обучаемые, скажем так. Я считаю, что наше обучение ещё впереди. Сейчас мы скорее переживаем некий такой период стагнации. Та, наверное, пассионарная составляющая, которая у нас была после трагедии 1944 года, сейчас, скорее всего, она, вот как я уже говорил, в спящем состоянии находится. Почему? Потому что, наверное, после возвращения части народа в Крым мы оказались, скорее всего, в положении лягушки, пребывающей в тёплой воде. И пассионарность в политическом плане, что вот в нашей, наверное, ситуации, оно должно было бы превалировать. Почему? Потому что мы до сих пор так и не восстановлены в правах, поэтому и сейчас даже и самой модели, так как это всё сделать уже, ситуация нынешняя такова, что уже тут нужен диалог. А к этому диалогу общество наше, к сожалению, пока не готово. Ну, не только ли наше общество? Мне кажется, здесь процесс должен быть как минимум обоюдный. Да, но в целом я имею в виду и мы сейчас говорим больше о нашем обществе, поэтому я говорю, и наше в том числе не готово, потому что вот этот вот эффект лягушки, пребывающей в тёплой воде, когда вроде бы тебя ещё не сварили, ну и ты не замёрзн. Но огонь горит под вами, да? Да, поэтому... Я никогда на Меркезе не комментировала турецкие сериалы, но вот сейчас, наверное, это будет такой первый случай. Давайте зафиксируем момент. Очень много было сторисов совершенно недавно про турецкие сериалы и крымско-татарское происхождение этого сериала Курсииты Шура. Вот та историческая драма, которая разворачивалась в жизни этих сериальных персонажей, она, мне кажется, интересна тем, что мы не проговорили всё то, что с нами произошло тогда. То есть во всём этом историческом контексте нас разделяла Первая мировая война со всеми её особенностями и участие крымских татар в этих исторических событиях, да, в контексте участия в российской, да, там, скажем так, истории, да. Почему? Потому что у нас часть дворянства была включена в эти процессы. Мы переживали историю принятия республики Нумана Члебиджихана. Если читать дневники Джафира Сидомета, то никто не сидел и не ждал, там, и не рукоплескал, да, про возглашение этой республики. Это была достаточно долгая и тяжёлая работа по объяснению, скажем так, этих процессов. Выход белогвардейцев через Крым, да, это тоже отдельная история, которая проходила через наши судьбы. И, как мне кажется, она очень сильно нас вот разделяла. То есть мы не погружались в эту историю, разделительную историю, скажем так, да. Вот этот вот глубокий водораздел, как вам кажется, каким образом он на нас сказывается? Особенно в контексте, что мы о нём никогда не говорим. Я думаю, что мы о нём не говорим почему. Потому что мы ещё до конца не переварили и не пережили ту трагедию 44-го года, поэтому более глубже мы, наверное, сейчас не копаем, потому что мы ещё там-то не докопались до всего того и не осознали, возможно, в полной мере, что ещё произошло. Поэтому уже более какие-то ранние процессы мы, наверное, к ним ещё просто не пришли. Вы знаете, я почему об этом вспомнила? Потому что я в одной истории, истории одной семьи, точнее, да, которая была раскулачена, потом вернулась в Крым, выселена там куда-то в Сибирь, а потом вернулась в Крым и заново начала уже на новом месте. И в конечном итоге она оказалась в одном вагоне вместе с теми, кто раскулачивал. Раскулачивали свои. Доносы писали свои. Сейчас очень скользкая и острая тема для нас, но вот, наверное, с этого надо начинать. И этот рассказ этой женщины, этой пожилой женщины, которая пережила депортацию, раскулачивание и депортацию, он заканчивался словами про то, что теперь мы все равны, когда мы находились в одном вагоне. Вот я про это. Потому что это вот эти личные истории, которые мы не придаём значения, они в конечном итоге выливаются вот в такое непонимание. Мне кажется, что если просто рассматривать этот вопрос, нация, утратившая, собственно, государственность, так или иначе всегда будет являться, как сказать... Объектом. Объектом каких-то политических или каких угодно игр, которые будут направляться свыше. Ну, очевидно, да. Если у нации нет каких-то своих предохранителей, которые помогают сохранить это внутреннее единство. Мы действительно не осознали ещё, что произошло вот в 44-м и до 44-го, почему так с нами произошло. И нам действительно над этим надо работать и на этом не останавливаться. Нам надо вообще уходить ещё глубже в историю и разбираться, что же произошло в том 1783... Третьем. Третьем, да, третьем году. Почему так произошло, да? Почему некогда более величинственное государство, то есть проиграло в конкуренции, так скажу, с другим соседом? Почему так произошло, мы даже... Ну, мы до этого ещё не докопались. Ну, с моей точки зрения, в этом кроется как бы рецепт, не рецепт, а вернее секрет того состояния, в котором мы сейчас находимся. Ну, очевидно, что исторические наши какие-то недоработки, они в конечном итоге выливаются в проблему в будущем. Главное – изъять из этого урок. Ну, вот недаром говорят, да, я как раз хочу присоединиться, недаром говорят, что история не учит, она наказывается за невыученные уроки, поэтому мы в этой части как раз должны быть внимательны и изучить всё то, весь прошлый опыт. И на самом деле история, она циклична, так или иначе, мы ходим по одному кругу. Но она циклична, если мы повторяем свои же ошибки регулярно, поэтому, наступая на одни и те же грабли, то, очевидно, мы будем получать одни и те же шишки. В контексте, ну, раз уж мы назвали факторы, разъединяющие нас, наверное, надо назвать и факторы, объединяющие нас. Есть ли у нас таковые? И можем ли мы о них говорить как, ну, вот стопроцентно то, что нас объединяет? Ну, раз мы с вас начали. Я бы пойму то, что наш народ умеет консолидироваться в тяжёлые моменты. Определённо, да, это чувствуется, но хотелось бы, чтобы это были не только тяжёлые моменты, чтобы нас объединяли вещи более даже, может быть, приземлённые. Какая-то совместная работа культурная даже та. Ну, я опять же говорю со своей точки зрения. У нас ведь не умеют люди конструктивно и критиковать, допустим, и воспринимать критику. У нас принято обижаться, гневно отвечать, гневно отвечать просто. И на этом уровне хотелось бы какого-то даже единения, понимания. А тяжёлые моменты, понятное дело, что… Уравнивают всех. Да. Как вы сказали, в том вагоне все были равны. Вообще начать разговор про Берлик и не проговорить вообще, что мы вкладываем в это понятие, мне кажется, немножко странным. Вот в моём понимании Берлик – это некое общее представление о настоящем, о будущем, и, очевидно, есть консенсус по поводу прошлого. То есть мы договариваемся о каких-то общих моментах. Как оно вот в вашем представлении? Абсолютно то же, что вы перечислили. Вообще без всяких оттенков других. Сложно сказать. Определённый консенсус относительно прошлого и какой-то единый взгляд на будущее. Ну, Берлик вообще людей объединяет. Что объединяет людей, надо разобраться изначально. Ну, что объединяет? Там много факторов можно включить. История, религия, культура, язык. Вы только что сказали, что религия у нас, возможно, может и разделиться. Я перечисливаю факторы. Любые, это на самом деле… Вот эти все факторы, они не статичны, они могут быть гибкие. Ну, то есть некоторые из них, если хоть какой-то из этих факторов выпадает, это не означает даже, что… Ну, это не означает то, что Берлик может разрушиться. Люди объединяются, ну, среди неких, ну, в ответ на некие внешние угрозы. Есть такое, ну, это естественно, как бы, когда обществу угрожает угроза, естественно, психологическая реакция. Это объединение для того, чтобы выжить в данной ситуации. Также люди объединяются, социумы объединяются для того, чтобы достичь какой-то цели. Ну, как бы, я считаю, что вот наш народ сейчас объединился в ответ на некую стрессовую ситуацию. Но это реакция защиты. Вот можно я вас здесь перебью, Роланды? А мы объединились? Окей, первые там, первые месяцы там, и, в общем-то, год после 14-го мы еще как-то понимали важность. И вот эту вот целостность мы оценивали для себя как преимущество. А потом? Я думаю, что… А потом, когда мы адаптировались к этой ситуации, а потом, когда мы привыкли жить в условиях небезопасности, а потом, когда мы поняли, как работает государственная машина. Мы все еще были объединены, учитывая ваш тезис про стрессовую ситуацию. Я считаю, что мы сейчас довольно-таки объединены, но мы находимся все в позиции защиты. У нас нет общего видения будущего. А именно вот я к чему и вел, когда вы меня перебили, я к чему и вел. Самое продуктивное объединение — это объединение вокруг некой цели будущего. Вот она может привести к чему-то, этот фактор более мощно объединяющий. А объединение вокруг, ну, то есть в отношении некой стрессовой ситуации, ну, это позиция защиты, ну, она менее продуктивна так. И краткосрочно, как мне кажется. Краткосрочно. Позволю себе не согласиться. Давайте. Чуть-чуть, немного. Такое чувство, что мы не объединились, а мы просто себя как бы оградили от всего остального. Мы немножко замкнулись в своем обществе. Нам как бы друг с другом комфортнее. Я не чувствую какого-то объединения, так или иначе. Вы сказали о том, что нас могла бы объединять какая-то цель на будущее, но этого я тоже не вижу. Почему? Потому что у каждого свои цели. Конечно. Нет, 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 даже не свои цели. Когда у нас разговор кухонный скатывается на то, что как бы ты как вообще что, как, что ты видишь в будущем. У нас... Нет ясности. Абсолютно нет ясности. Ну, для этого и нужна дискуссия. Я с Ролом Беем в чем согласен, что мы должны определить для себя это будущее. Но для этого нужна дискуссия и какой-то консенсус как результат. А дискуссия невозможна, потому что мы не в безопасности, да? Замкнутый круг какой-то получается. Ну, я в принципе это то же самое имел в виду, что у нас нету видения этого будущего, этого объединяющего фактора. У нас его нет пока. Мы объединились вот вокруг стрессовой ситуации, да? Но пока еще не вокруг какого-то видения будущего, не вокруг цели. Этого нет. Вообще политические проекты, Рустамбей, ну, вы у нас ассоциируетесь, вы у меня ассоциируетесь с такой политической силой, как НДКТ. И вот это вот политическое видение будущего, да, нашего, у нас же здесь тоже не все в порядке, да? У нас тоже здесь люди разбежались по каким-то отдельным, скажем так, группам, отдельным историям и так далее. С одной стороны, это неплохо, да, это окей, но когда мы в стратегических вещах не можем найти какого-то консенсуса и договориться о чем-то, ну, это тоже не всегда нормально. Ну, это все и тормозит процесс как раз. С одной стороны, это, как вы говорите, хорошо, да, разность мнений. Но с другой стороны, когда есть общая идея, при всей разности, скажем так, каждого индивидуума, необходимо следовать этой идее как к средству достижения цели. То есть, что мы видим на вершине айсберга, да? Если мы к этому шли, то мы должны, если мы вступили на этот путь, мы должны его продолжать. И поэтому, ну, поскольку этот самый разлад, он имел место, имеет, да, мы как раз и не можем прийти к этому консенсусу. Мы, в принципе, каждый из нас, наверное, каждый крымский татарин понимает, что нам нужно, но мы не знаем, какой найти механизм для достижения этой цели. Поэтому вот сложность вся в этом, наверное, сейчас. У меня есть большие сомнения по поводу того, что каждый крымский татарин понимает, чего мы хотим. Может быть, не так хотелось бы. Это наши мечты, да? Вообще, когда я начинала разговор про, задумывала, точнее, разговор про Берлик, ты так или иначе понимаешь, что ты будешь говорить про идентичность. Почему? Потому что это тот фактор, который делает нас крымскими татарами, да? И, наверное, вот все эти маркеры, да, этой идентичности, все эти, скажем так, условия, при которых мы себя считаем крымскими татарами, они и должны нас объединять, да? И вот здесь вот я пойду по традиционной тропинке, да, эта тропинка про такие маркеры, как язык, как религия, как территория и так далее. Вот если заходить на этот скользкий лед, насколько мы в этих факторах можем найти нечто общее? Я объясню свою мысль, почему я об этом говорю, и с таким, с долей сомнения, да? Потому что территория для нас, окей, да, мы все считаем, что мы являемся полноправными хозяевами этой территории, и не просто хозяевами, а и продуктом этой территории, да, крымские татары как коренной, как угодно назван, автохтонный, да, субъектообразующий, по-моему, вы применяете такой, да, термин. Так или иначе, мы являемся и историческим продуктом этой территории, и культурным продуктом этой территории, и политическим в том числе. В условиях, когда мы разбросаны по всему миру, и эта тенденция, эти миграционные процессы, они все более и более, скажем так, усугубляются, может ли фактор, вот этот территориальный фактор быть для нас настолько вот, ну, скажем так, объединяющим или сильным условием для понимания, что есть крымский татарин, да, религия, как мы с вами договорились, да, что тут тоже есть вопросы, да, почему, потому что для кого-то религия – это образ жизни, да, это и философия, и представление, а для кого-то религия – это… Мода. Мода. А для третьих – это, ну, такой себе кодекс чести, да, определенный, некая моральная составляющая. Тут тоже вот разные отношения. Формально, вроде бы, фасадно, мы вроде бы как бы объединены, но когда мы начинаем говорить о глубинных каких-то факторах, то здесь вот мы не находим этих условий для объединения. Так вот, что в этом смысле делает нас крымскими татарами, и что позволяет нам вот как бы чувствовать вот эту вот сплоченность, да? Ну, прежде всего, ощущение, осознание каждого, что он является крымским татарином, и где бы он ни находился, он себя связывает все равно с Крымом. Это, по крайней мере, то поколение крымских татар, которое не так давно вот в историческом отрезке очутилось за пределами Крыма, я имею в виду уже после этого массового возвращения, те, кто покинули Крым потом, да? То есть поколение, которое покидали Крым в 18-м, в конце 18-го века, в 19-м веке, там, скорее, уже есть некоторая адаптация к обществу страны пребывания, поэтому, ну, тем не менее, даже там мы наблюдаем отдельный Дернеки, у нас все равно продолжает... Мы сейчас говорим про диаспору, да? Да, да, про диаспору, которая все равно ощущает какую-то связь с Крымом, пусть, может быть, не в тех масштабах, в которых они там проживают, но, тем не менее, мы видим постоянно какую-то сегодня... Ну, это скорее ностальгические такие истории. Возможно, но, тем не менее, самоидентификация-то есть. Не знаю. Я вот тут бы... Я как человек, познакомившийся с определенным количеством Дернеков и в Стамбуле, и в Бурсе, и в Эскишеире, могу сказать, что это просто государственные организации. Люди там находящиеся имеют очень отдаленную связь с Крымом, какие-то отдельные воспоминания, которые они там когда-то ездили, на какие-то фестивали, и это, к сожалению, все. Принадлежность к крымским татарам там отсутствует сейчас напрочь. Это просто как вот... О, я крымский татарин. Вот такая вот. Вот я такой. То есть они, по сути, турецкие граждане? Абсолютно. Но это неизбежно, но, тем не менее, что-то глубоко внутри сидит. Надеюсь. Это как раз тот самый спящий режим, о котором я говорил в начале передачи. А для чего нам нужен вот этот вот камбэк тех, кто уже давно не с нами, скажем так? Это комплекс малочисленности? В том числе, да. Это наша численность, это тоже большая проблема. А наша численность, которую еще и дают официальные данные, это еще двойная проблема. Я имею в виду статистические данные переписи населения, которые всегда противоречат нашим собственным каким-то подсчетам и ощущениям. Да и не только ощущениям, но и подсчетам. У нас же есть опыт в местах высылки, когда народ сам себя пересчитал, и цифры разнились с государственными достаточно в два раза, как минимум. А не кажется вам, что вот эта история про численность, она навязанная нам историей? То есть мы привыкли, мы мыслим в рамках числа, а не в рамках качества. Дело в том, что политика – это тоже некая математика для обладания политической субъектностью. Те, кто этими процессами, в принципе, ведает, они понимают, что как минимум это их один из основных аргументов. Вот почему я, когда анализировал последние три переписи в Крыму с 2001 года, начиная, да, то есть почему у нас все время меньше? И я заметил одну особенность, что мы постоянно пребываем где-то в рамках 10-12 процентов. При этом все эти три переписи имеют некий скачок, то есть сначала с 2001 года до 2014 сначала было уменьшение численности, общей сейчас численности населения в Крыму, а потом идет рост. Но какие бы ни были скачки, мы все время остаемся строго… Эстетично, да, все время. Это происходит, и у меня на YouTube-канале есть более подробный ролик, я об этом рассказывал, приводил статистические данные, в том числе и в Telegram-канале. То есть, ну, я поэтому никогда не верю в эти официальные статистические данные, потому что, ну, очень странно, что именно мы, крымские татары, да, мы же знаем, что у нас семьи, достаточно много семей многодетных. И странная особенность, что в статистических данных официальных те, кто не имеет таких многочисленных семей, они растут почему-то в численности в Крыму, а крымские татары, имея там в среднем по 3-4 ребенка, почему-то стоят на месте. Слозун Дорбезнаху Тараджаха есть и работает вроде, да? Да, а в цифрах это не трогается. Поэтому к цифрам мы так или иначе, вот, кстати, я к чему это подводил, что когда мы заявляем о своих политических правах, помимо того, что они у нас есть исторические и моральные, нам еще все время приводят математику. Говорят, ну, что вы там хотите, у вас же всего 10%, ну, вы что хотите диктовать какие-то условия оставшимся 90%, то есть это определяющий, один из определяющих факторов, где бы мы ни находились, что это было там. До 2014 года был тот же лозунг, что после 2014 года вас 10%. Это основной аргумент власти, почему мы, по мнению этой власти, не заслуживаем восстановления своей субъектности. Поэтому цифры важны, я думаю. Ну, цифры важны, вы знаете, вот, когда говорят о диаспоре, я всегда размышляю, а мне кажется, что диаспора для нас важна не столько по, ну, каким-то качественным, скажем так, показателям, да? Это скорее такая заархивированная история крымско-татарскости, из которой еще можно вот вытащить все то, что мы уже потеряли за эти годы, там, после 1783, да, после депортации и так далее. То есть у них еще какие-то крупицы культуры и истории остались, их можно вот, скажем так, это банк, да, банк такого культурного кода, да, банк данных. Вот, поэтому для меня это скорее вот такая история про диаспору только в этом контексте работает. Возвращаясь к нашей теме про Берлик, мы договорились, что эта, в общем-то, тема, она параллелится с темой про идентичность. Ну, мы все-таки политическая такая нация, да, политическая не в контексте сбора, да, нашего, да, а политическая в контексте контекста, уж простите за тавтологию. То есть мы себя субъективизируем, если так можно сказать, вот через какие-то политические истории, через политическую какую-то проекцию себя самих. Возможно ли наше политическое объединение? Я опять тут апеллирую к тому, что вы у нас ассоциируетесь с НДКТ. Ролан Бей представляет активную, скажем так, большинство всего, активную часть из нас, которая сегодня есть в Крыму. Поэтому у нас не хватает еще одного гостя, который представлял такую, скажем так, религиозную нашу часть, к сожалению. Но вот в контексте вот всех тех групп интересов, которые присутствуют сегодня у нас здесь в Крыму, возможно ли это объединение, учитывая, что у каждого есть свое видение будущего, будущего, учитывая, что у каждого есть свой набор ценностный, давайте не будем этого отрицать, и учитывая, что очень разнятся методы и, скажем так, инструменты. Возможно ли политическое объединение? Мне кажется, что все-таки политическое объединение возможно так или иначе, но для этого должен пройти какой-то определенный период времени, при котором наше общество действительно обретет какую-то идентичность, что-то поймет про себя, как-то, может быть, даже оздоровится, что ли, в плане самосознания себя. И тогда, я думаю, да, почему нет, политическое объединение возможно, даже учитывая всю разность всех этих групп. Даже несмотря на то, что у нас кто-то мечтает о халифате, а кто-то о республике. Это сложные вопросы. Как вам кажется, Ролан Бей? Ну, общаясь… Вообще в нашем информационном поле очень большой объем уделяется самому объединению, проблемой объединению, все его идеализируют. На самом деле все говорят, что вся наша проблема – это проблема из-за того, что мы вот не объединены. Но проблема… Ну, я не зря одела такую футболку, да? Совершенно верно, да. Но проблема… Вечный вопрос. Объединение – это инструмент, это не является целью. Это инструмент, в первую очередь. Вина не в инструменте. У нас нет общего видения будущего, цели нет. Вот вокруг этого потом люди объединяются, это является инструментом. И само наше разобщение не является проблемой. Проблема является того, что у нас нет общего видения. Ни в настоящем, ни в будущем? Общее видение я вижу уж больше в будущее. В настоящем мы живем, вот как мы вначале затронули, в позиции защиты. Это мы живем в настоящем. Но мы не думаем, а как же нам исправить это наше настоящее. И куда мы придем, допустим, через 2, 3, 5, 10, а может и 20, и 50 лет, мы об этом в принципе не задумываемся. Раснабей, когда произошел вот этот вот раскол между КНД и НДКТ, по сути дела эти силы, они существовали параллельно, и у каждого был свой взгляд, у каждой этой силы был свой взгляд и на перспективы, и на то, что происходило в текущий момент, скажем так. Если вот сегодня смоделировать ситуацию, пофантазировать на предмет того, что когда-нибудь мы сможем собрать крута и при нормальных здоровых условиях, и у нас будет и такая возможность. Есть ли вариант того, что НДКТ примет участие как политическая сила? И станет частью вот этой вот политической площадки. То есть для меня крута не является, ну, в идеальном состоянии, не является чьей-то собственностью, да, собственностью какой-то политической силы. Для меня это площадка, где должны быть представлены все наши политические группы и силы. Я бы даже, наверное, представил это как большой совет народа, причем не только те крымские татары, которые в Крыму проживают, но и те, которые еще не вернулись из мест насильственного усиления. Таких много, и они хотят вернуться, но нет возможности. Я со многими такими людьми общался, в том числе и в интернете, мы время от времени коммуницируем. Есть люди, которые хотят вернуться, но нет просто финансовой возможности к этому. Это и правовая ситуация не особо скажет. Да, но даже вот в первую очередь у них финансовая, то есть если к правовой как-то можно адаптироваться, то финансовая возможность не позволяет. То есть они физически готовы вернуться в Крым, но финансовое положение, то есть разность цен в Крыму намного дороже, и даже если реализовать жилье там, то здесь невозможно его приобрести. И, соответственно, учитывая, что нет никаких государственных программ, которые должны были бы быть, потому что эти люди не позволяют, своему желанию, не по своей инициативе покидали Родину. То есть их просто вышвырнули отсюда, а возвращайтесь своими силами сами. Поэтому я считаю, что необходим вот этот большой совет. Мы должны собрать, собраться как-то, найти в себе силы, найти возможность такую собраться вместе и обсудить. И, как Роланбей сказал, мы должны определить будущее все-таки. И в рамках вот этого большого диалога мы должны прийти к какому-то консенсусу. Я вижу, что это, даже если это произойдет, и я надеюсь, что это произойдет, это будут сложные процессы, небыстрые, но у нас выхода другого нет. Мы должны к этому стремиться, потому что по отдельности мы так ничего не... Мы будем просто бесконечно собираться и об этом говорить. Где будут проходить эти линии компромисса? Тут нужно уже определять. Еще не задумывались? Дело в том, что... Нет, я постоянно, наверное, об этом думаю. Но сейчас такая сложная ситуация в целом в мире, что тяжело сейчас, наверное, спрогнозировать. Если раньше ситуация, она была в советский период, она была более понятная, скажем так, вот всегда требовали восстановить то, что незаконно отняли. И в рамках того государства, в рамках которого мы существовали, эти требования, они, естественно, были адекватными. Но сейчас мы все видим, что вокруг происходит, поэтому здесь еще нужно выстраивать, наверное, продумывать, как мы будем все это выстраивать. Больше вопросов, нежели ответов? Пока да. Поэтому я же говорю, без диалога мы не обойдемся. Тут нужна сложная, кропотливая работа. Но к диалогу готовы? Будут споры. Вот вы как ассоциированный член НДКД. Я всегда готов к диалогу. Я же говорю, главное, к чему мы придем. Без диалога невозможно ничего. Естественно, конечно, готовы все. Ну это хорошее начало для политического объединения. То объединение, о котором мы с вами говорили, оно возможно в случае, если мы доверяем друг другу. Вот эта опция доверия, я уже не раз говорила об этом и не раз повторялась, но, наверное, есть смысл повторяться. У нас с доверием все очень плохо. Почему мы не можем объединяться? Потому что мы не верим друг другу, не доверяем друг другу. И как бы вот эта история про доверие в рамках только одной какой-то малой группы, которая часто сходится до размеров семьи, она вот как-то не позволяет нам мыслить масштабно, что ли, мыслить стратегически. Насколько вот вероятна наша вот такая история погружения в эти вот доверительные отношения к любви? Вы видите такую возможность? Да, потому что я вспоминаю с детства парадоксальная вещь. Когда вернулся наш народ, все говорили о том, что тоже в передаче какой-то было «Халхамус бозулда». Так говорят, как-то испортился народ. Но я еще лично даже помню те времена, когда люди были как-то теплее, собирались, могли собраться всей улицей, чтобы вместе как-то обсуждать что-то, ходили постоянно друг к другу в гости. И опять же, наверное, все сводится к тому, что люди не ощущают себя в безопасности. Заборы стали выше, люди друг к другу так созваниваются же, легче созвониться. Просто такое ощущение, что как только людям станет дышать свободнее, что ли, тут же появится какое-то пространство для диалога и для более глубокой дискуссии, что ли, которое позволит как раз нашему обществу, если не объединиться, то хотя бы слышать друг друга, разговаривать, как-то вот вернуться в то какое-то состояние, что мы готовы к общению. Сейчас такое чувство, что все немножко оградились. Даже друг от друга. Количество и концентрат свободы повлияет на уровень доверия? Само доверие, оно больше только тогда, когда у людей есть предыдущий опыт взаимодействия. Чем больше этот опыт взаимодействия, тем и доверия больше. Я считаю, что в нашем народе, в принципе, коммуникационный вот этот канал довольно-таки неплохо настроен, мы с друг другом очень тесно коммуницируем, очень хорошо коммуницируем. У нас есть исторический опыт взаимодействия с друг другом. Мне кажется, уровень доверия у нас на достаточном уровне. Да, есть некие такие острые моменты, которые надо обсуждать. Это естественно. Даже в одной семье люди, объединившись в одну семью, иногда между собой спорят. Это естественный процесс. У нас происходит в народе то же самое. Это надо обсуждать, но не переводить этот спор, допустим, в конфликт, а вести дискуссию на конструктивном уровне. Может быть. Но мне кажется, если еще к доверию добавлять ответственность, тогда, наверное, получится та самая формула. Ответственность – это очень большой фактор, да. Люди не хотят брать ответственность. Это да. Ну, это история про взросление. А мы, мне кажется, как-то не очень хорошо взрослеем, да, или не такими темпами, которыми бы хотелось. Мы переживаем период роста, поэтому мы никак... В подростковом, да, остались пока что. Где-то, да. Знаете, о чем я еще хочу поговорить? Не знаю, насколько это вписывается в наш разговор про Берлик, но когда мы говорим, что мы объединяемся у самого края, да, я тут использую фразу Шевкетбея Кишфединова, который у нас на передаче озвучил такой вариант объединения, да, когда мы объединяемся у самого края, да, когда риски настолько высоки и угрозы настолько велики, что у нас не остается выбора. В этом контексте крайних рисковых, небезопасных ситуаций, я хочу проговорить историю про вот тот самый закон, который сегодня в статусе закона, я так понимаю, да, уже? Да. Закон про... Напомните его формулировку про эвакуацию, как правильно он звучит. Это не эвакуация, давайте я, наверное, как раз сейчас строгими юридическими терминами проговорю о нем. Это закон, к слову, он вообще был принят 18 мая, да, что для нас это остро ощущается, да? Символично. Символично, да. Значит, 18 мая Государственная Дума в третьем члене одобрила законопроект о внесении изменений в некоторые конституционные законы. Изначально, когда этот законопроект носился, он касался выборов на территориях, где введено военное положение, а также касался изменений вот тех, которые произошли в Конституции, и вместо членов Советов Федерации появились сенаторы. А уже после, учитывая окружающую эту действительность, туда были внесены дополнения, и как раз они касались принудительного перемещения. Такая формулировка содержится в законе, то есть в закон о военном положении внесли изменения, дополнили его, там, две статьи, дополнили соответствующими пунктами. И в них говорится о том, что на территории, где введено военное положение, возможно, принудительное и подконтрольное перемещение лиц с этих территорий, на территории, где военное положение не введено. Принудительное и подконтрольное? Принудительное, и это оказалось недостаточно, еще и подконтрольное. Принудительное, то есть это против вашей воли. Закон не оставляет вам выбора относительно того, желаете ли вы, вне зависимости от того, введено военное положение или не введено, желаете ли вы оставаться в своем доме или нет. То есть это в части, касающейся принудительного перемещения, но еще и подконтрольного. Даже если вы согласились покинуть на какой-то период свое жилище, вы, согласно букве этого закона, не имеете права сделать это по своему выбору. То есть подконтрольное. То есть вас переместят туда, куда вас переместят? Надеюсь, я ошибаюсь, но я читаю эту норму так. То есть подконтрольное. Соответственно, федеральные органы власти, находящиеся в режиме, осуществляющие режим военного положения, будут контролировать процесс этого перемещения. То есть я как понимаю, что вы не можете сказать, а у меня вот там где-то родственники, сел я на свою машину и поехал. Вот это вызывает тревогу и беспокойство. Учитывая наш опыт 44-го, сразу же всплывают такие термины, как спецпоселение. Совершенно верно. И мне бы не хотелось, конечно, сейчас сгущать краски, но наличие самого закона – это уже свершившийся факт. 9 июня вступил в силу, он 29 мая опубликован, подписан, ему присвоен номер 2 ФКЗ. Соответственно, поводы для переживания есть. Кстати, национальное движение крымских татар по этому поводу, то есть как мы только узнали о том, что был одобрен данный законопроект, обратились в Совет Федерации, поскольку следующим этапом по процедуре после Госдумы следует Совет Федерации, который должен его одобрить. И он, в принципе, мог его не одобрить и вернуть на новое рассмотрение. И в своем обращении национальное движение указало целый ряд недостатков, которые не оговорены как раз в этом законе. То есть отсутствует слово «временное». То есть мы бы поняли, если было написано «временно», то есть ввели военное положение, переместили, вернули. То есть слово «временное» отсутствует. Означает ли это, что навсегда, как вот у нас уже было? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что с имуществом? Кто несет ответственность. В законе тоже не оговорен. То есть мы ставили такие вопросы как раз перед Советом Федерации. Кто будут ли создаваться и в какой способ будут создаваться комиссии, которые будут учитывать это имущество в случае, если государство считает необходимым перемещение граждан. Как будет оцениваться это имущество? Что вообще, какой набор можно с собой брать? То есть когда и в какой способ будет происходить возвращение? То есть отсутствие всех этих положений в законе, оно и вызывает как раз ту самую тревогу. Почему этого ничего нет? Соответственно, обращаясь к Совету Федерации, мы просили отклонить этот закон. Но против проголосовало всего два сенатора, два воздержало, 16 не голосовало. Закон принят и был направлен на подпись президента, он был подписан и опубликован. И все эти вопросы остались открытыми. Означает ли это, что мы опять у той самой линии рисков и угроз, которая должна нас подвигнуть объединиться? Или мы пока не ощущаем эти риски? Мы не ощущаем. Тут, понимаете, еще коварность в чем? Некоторые, когда я опубликовал об этом в своем телеграм-канале, некоторые люди говорят, ну зачем ты сейчас разводишь? Панику. У людей, да, начнется паника. Ничего же нет. Дело в том, что в законе не говорится, что перемещение может происходить с территории, где идут боевые действия. Там, говорится, территория, где введено военное положение. А у нас, я напомню, что указом президента 19 октября на определенных территориях военное положение введено с 20 октября. А Крым как раз является, Крыму присвоен режим средней готовности. То есть, следующий за ним — это военное положение. У нас режим среднего реагирования, который введен, он отличается от режима военного положения, только отсутствием территориальной обороны. Соответственно, подразумевается, что если введено военное положение, то на этой территории может и не быть боевых действий. Но норма этого закона уже позволяет указам президента перемещать принудительно и подконтрольно граждан. То есть, не обязательно, чтобы что-то началось. Вот все эти опасения мы высказали, обращаясь в Совет Федерации. Ну, соответственно... Что мы можем делать в этой ситуации? Ну, вот нужно думать. Я не знаю, я же говорю, мне сейчас не хотелось бы, чтобы поднялась какая-то волна паники по этому поводу, но, по крайней мере, мы должны это иметь в виду, как минимум. Закон уже принят. Я же говорю, что уже сегодня... Ну, все, что можно было сделать, то есть обратиться с конкретными конструктивными предложениями и указать на недостатки, это все, что было в наших силах. Мы же не принимаем... Не всесильные. Да, мы не всесильные, мы не находимся, скажем так, на острие принимаемых решений, поэтому мы можем только акцентировать внимание. Ну, очевидно, что вот подобные вещи... Мы как-то создаем себе островки безопасности, и нам кажется, что все происходящее вокруг – это очень далеко и точно нас не коснется. А если коснется, то в каком-то лайтовом режиме и вот эти риски мы не осознаем. То есть я хочу сейчас единственное успокоить. Не обязательно, что это произойдет, то есть чтобы зрители понимали, что... Вероятность есть. Да, но не исключено, поскольку не просто так же эту норму прописали в законе. То есть закон есть, вступил в силу. Соответственно, необходимо это учитывать в том числе. Нужно держать это в голове, это обстоятельство. Ну, так вот, продолжая этот разговор, мне кажется, что мы, создавая эти островки безопасности для себя, в которых, нам кажется, мы нашли свое спасение, мы не всегда, скажем так, адекватно воспринимаем последствия этих угроз и рисков, которые возникают с нами. И вот эта история про объединение, про Берлик в контексте только угроз, меня очень сильно пугает. Именно поэтому я, собственно говоря, завела разговор на эту тему. Вообще, если вот резюмировать наш сегодняшний с вами разговор, я бы сказала, что у нас очень много проблем, и мы находимся в таком перманентном кризисе, да, по очень разным темам, разным дискуссиям, которые возникают у нас. Это и кризис политический, такой внутриполитический, скажем так, да, это и кризис идентичности, это и кризис лидерства, да, или активизма, скажем так, да. Каждый из нас вкладывает в это некое свое содержание, и очень часто вот в этом кризисе мы разъединяемся и не находим каких-то общих для себя оснований, для того, чтобы быть не просто народом, но и в конечном итоге выйти на опцию нации. Как обычно, я всегда останавливаюсь на мысли о том, что нам необходима дискуссия ради собственного выживания, нам необходим диалог ради будущего наших детей. Чох Сагумус, это был проект Меркес, Горуш Кенджи.